Стоять будет очень тяжело в медлении. Ну, Свен, фу, фу, ну зачем, ну что вы делаете, ну какой Свен? Зато легкое для эффектов как бы. Что за метовые пики полетели, Свены и прочие ужасы, которые сейчас просто разрывают все возможные пабы и стремятся по статистике вверх-вверх-вверх. С появлением стаков ежеминутных Свен возвращается медленными, но уверенными шагами. Ну как медленными там, на сколько он позиций. Это когда на бирже все кричат, покупай, покупай, покупай акции Свена. Примерно так это и выглядит. Ну посмотрим, как он себя здесь покажет, потому что да, под троллем это страшная машина, еще если ГДС прожмет, вообще будет очень большая беда. Особенно если там Айс Паф попадет. Ну а тут пока ребята решили пойти по интересному тоже пути. Кэрри Фейсос Войт. Определенное преимущество у него есть. Преимущество хорошее в том, что он может поставить ту же самую хроносферу на Тролля и Свена, которые контактными героями являются, и за это время пытаться с ними расправиться. То есть в чем смысл? Выставить хроносферу, Слардар дает свой ультимейт на вражеских коров, Войт бьет. Дос Профит просто ходит рядом, всех пробивает сифонами, всех пробивает духами, естественно, и Тренд Протектор поблизости на все это смотрит и ждет, когда ему нужно будет дать свой ультимейт. По крайней мере так задумывается пик команды Каскейт по нашему, наверное, общему мнению. Но Джакира из этой хроносферы очень легко может Войда выгнать. Да, есть определенный минус в этой стратегии. Но с другой стороны, пока Фейзлс Войт разбирается с хор-героями, вот как раз-таки два саппорта с этим Джакира тоже его могут отогнать, чтобы туда лишних сполов не залетало. Ну а тем временем эффект выбирают финальную вишенку, это Феникса, которого не будет, к сожалению, возможно, для Каскейт. И сейчас придется придумать что-то другое. Ну вот, честно сказать, Войт в соло-кор, который будет бить с руки, именно если мы рассматриваем такого Фейзлс Дупайсера, не знаю, справится ли он с тролл-варлордом и с Веном. Это очень бронированные товарищи, и даже под минус армором Слартара, возможно, не хватит урона элементарно. Ну, здесь зависит все очень серьезно от последнего пика, который может быть сейчас, вот как раз-таки сейчас, Тимберсоу, который может очень серьезно помочь в сражении, если он будет на последней именно позиции, и, надеюсь, на него прямо в плане последней обороны не будет. Так что если сейчас, опять-таки, под хроносферу какие-то дополнительные чакрамы выдать, подрезать Свена, который силовой герой, тоже не очень приятно ему будет. Да, действительно, это смотрится очень интересно, и вопрос, рискнуть ли сейчас так Каскейт? Все-таки Тимберсоу, герой, скажем так, не самый простой, неоднозначный в реализации, мы видели, как и просто сногсшибательных Тимберов, которые переворачивают в соло всевозможные файты, решили по-простому. По-проще, по-проще. Десвард под хроносферу тоже неплохо заходит с Маледикшеном, ну и там касочки можно потом выкинуть после этого, чтобы никто не убежал из-под контроля. Да и в целом, пик-то очень неплохой получился у Каскейт, есть вроде бы хорошее количество контроля, и Queen of Pain появляется от команды эффект. Вот вроде начал Каскейтов расхваливать, а тут Queen of Pain и дэмэджа под хроносферу, по-моему, больше у команды эффект получается, нежели чем у владельцев этой самой хроносферы. Да, действительно, сейчас будет определенная сложность с этим, то есть в идеале нужно, чтобы и тролль в хроносферу попал, и квапа. Ну, с Веном можно еще худо-бедно разобраться, главное, чтобы вот эти парни не находились, и сейчас действительно есть некоторые сложности. Но жадновато. Для команды эффект им придется много времени на это все потратить, чтобы раскрыться полностью, чтобы наносить хотя бы тот урон, который могут с уже очень ранних левелов выдавать команды Каскейт за счет своих ультимейтов. Поэтому здесь у них есть определенные шансы. Ну, если же Каскейт отпустят, минута 30-я, 40-я, там уже и Свен будет соло всех убивать. У меня по-прежнему остается вопрос, почему Джакира? То есть у меня создается впечатление, что эффекты забрали героя у своего противника. Потому что если Джакира берется на позицию четвертую в качестве, или пятую, как пост-у-суппорт, вы можете найти куда больше героев, которые лучше справятся с этой задачей. Ну, там, давать контроль или элементарный проказ. Джакира не самый такой однозначный герой. Ну, здесь все равно есть у него определенные преимущества, так что сейчас их нам продемонстрируют. И мы, пожалуй, представим героев. Команда эффект Арзик будет играть на Джакира. Сейчас тот самый продемонстрирует нам перформанс Нонграду на Клакверге. Тоже отличная инициация. Возможно, будет ломать очень часто какие-нибудь хроносферы неприятные. Это тоже будет опасно. Ганстерит на Свене. Опасный тоже герой, если соберет себе сабельку вообще лучше с ним не связываться. Афонинджи на Квин оф Пейн. Здесь все понятно. Скримы, постоянный ауе урон. Яд еще будет замедлять постоянно каких-нибудь не самых быстрых героев, в частности Вич Доктор. Ну и Мейден на Тролль Варварде, Баттл Транс и, в общем-то, пиши про Палас. Вен разрежет все и вся. Ну и, собственно, их противник. Команда Каскейт, которой никто не верит. Коэффициенты вновь прекраснейшие на лоудбете 2.8. Это коллектив NY играет на Вич Докторе. Слардар, вместе с которым комбинации будут пытаться проворачивать Сландр. Естественно, на нем будет исполнять Дэс Профит в руках Фоззи. Ждем хороших комбинаций с Вайдома, которым чуть позже покажет Тренд Протектор. Уже в инвизе стоит лирик, естественно. И, возможно, даже попытается какую-нибудь рунку своровать. Но и Хилариус на Вайде Коре. Я лично очень рад возрождению, возвращению, просто воскрешению, как угодно называйте, Вайдов на позиции именно убийц. Когда под хроносферу они не ждут даже какого-то демеджа дополнительного от своей команды. Они сами готовы убивать под хроном. Не хватает, конечно, ему определенных статистик, чтобы с этим справляться пока что в одиночку. Если бы он был в команде с Троллем, там бы гораздо больше проблем решилось. И посмотрим, что сейчас нам продемонстрирует здесь Хилариус. Потому что ответственность большая, действительно. Это и Тролля нас законтрить, это и Квапу как-то ловить. Курьер, Курьер, сейчас Трэнд будет ловить. И, конечно же, убивает он бедную курочку чуть ли там не с одного удара. Зверюга. Просто зверюга с орбофиналом. Не чуть ли, а, по-моему, с одного он это и сделал. Из инвиза. Я только сейчас понял, чего не хватает Доте. Вот следующее обновление Айсфрога я предугадал. Это звук. Ты идешь по линии и чувствуешь, рядом что-то топчет. И этот Трэнд Протектор просто находится в инвизе рядом с тобой. Ну, вообще звук есть. Естественно. Его не слышит противник. О, то есть ты хочешь настолько все упростить? Да, да, настолько все упростить. Или усложнить. То есть, понимаешь, в какой стороне посмотреть? Если ты невидимый, ты непобедимый. Ну, да. А тут, как бы, ну, все сразу слышно. Невидимый, но тебя слышно. Да. Что это? Это меня, это суть невидимости всего. Это, с другой стороны, уже вопрос к тому, что ты из себя представляешь в момент невидимости. Ну, мы это оставим, опять же, каким-нибудь... На совести Айсфрога. На совести Айсфрога. И все-таки, шутки шутками, понадеемся, такого никогда не случится. Пока же в мид-линии, естественно, Queen of Pain бою с Профит наравне стоят. По криптатам все более чем гармонично и стандартно. Это тренд, от которого и ждем мы наибольшее количество агрессии. Свен, дружи, а недалеко ли ты зашел, товарищ? Пока что не получается добить, все-таки урона не так много. Хоть и тренд протектор, у которого с руки по 90. Но еще пока рановато. Каска первого уровня надолго задержать не получится здесь Свена. Поэтому здесь он просто разведал обстановку, немножко помешал фармить. Зато просел. Честно сказать, Свен на позиции суппорта смотрится... Это отличный вариант. Ну, вот как говорил фан, пока ему не сделают, что Саганима может еще и силой делиться со своими товарищами, прожимая. То это... Ну, опять же, есть суппорты получше. Есть суппорты получше, есть и коры получше. Допустим, Тераблейд, есть замечательная попытка нападения на Арзика. Есть поддержка, пришел в аниме, есть ударил, есть корни, неплохо. Каски долетят ленин, пока что не выпускают их и, возможно, добьют без проблем. Они не лучшие, вот в чем дело. Сейчас можно еще и пытаться тролля того же самого разминать. Правда, приходит еще и Свен, в принципе, очень много дэмэджа и очень много контроля. Тренд протектор здесь погибнет, несмотря на всю свою толщину. Но фраг уже сделан, самое главное. И пытается Сландра отсюда спастись на своем любимом Слардаре. Прям, не знаю, выбирает героя под никнейм. А, ну здесь еще три удара ему нужно сделать, есть стики, но помогут ли они, потому что немного не достает, то и тут все-таки спасается. И сейчас, знаешь, тренд, как в мультфильме Король и Лев берет и толкает его обратно на Свена. И Слардар падает и погибает. Это не смешно. Это грустный момент в истории человечества. Самый грустный. Самый грустный момент. Продолжает, тем не менее, Лирик агрессировать. Очень злостно, тем более в арте под руку дерево съедают, конечно же. Прогоняя его отсюда, чтобы не давать возможности вообще никуда находиться. Но он находит другой стак деревьев. И тут уже попроще ему будет мансить. Хотя вот уже замахивались на стан и... Успевает, тем не менее. Хорошо уходит в инвиз. Тут переиграл своего оппонента, естественно. И Лирик отыгрывает на тренд протекторе прекраснейшим образом. На бот он возвращается, естественно. Слендер на Слардаревич, доктор, по-прежнему здесь. И все веселье происходит именно на этом лайне. Что же происходит у нас на топе? Там спокойнейшим образом топ крипстат имеет войд. А вот Клакверк похвастаться подобным не может. Хотя у него очень хорошее количество динайв. Да опять у нас полетел Маледикшн. Есть, конечно, уже 100. Да, но хватит ли урона, уже бежит сюда тренд протектор, когда нужно нанести удар. Есть, но урона пока слишком мало. И Маледик не таких высоких лвлов, чтобы добить Мэйдена. Поэтому он пока что спасается. Хотя есть еще один, Слизерин Краш и пару ударов. А теперь уже погибнет, конечно же. Здесь Мэйден, правда, успеет перед этим сделать фраг. Пытаются его еще и выхиливать. Какие-то миссы идут. Слардар до конца по Т1. Пытается с Жакира хоть что-то в ответ сделать. Прожимаются стики. И Слардар погибает уже в деревьях. Убивает вроде бы Кора, но теряет двух своих героев. При этом поучаствовал в получении, скажем так, незначительной прибыли. И сам тренд... Ну, господи, тролль, естественно. Это не самые лучшие размены для команды Каскейт. Пока единственный плюс в том, что тролль теряет время, которого предостаточно у Войда. Все это время стоявшего на линии совершенно спокойно. И очень большая надежда на то, что это получится хоть как-то ему раскрыть впоследствии. Иначе все вот эти попытки остановить тролля от фарма будут бессмысленными. Ну, кстати, возвращаясь к тем самым крипстатам и радуясь за динаев Клакверка, я уверен, что и по крипам он неплохо работает при возможности, но не стоит забывать, что часть этих динаев он получает, когда добивает Коги. Да, тоже верно. Слушай, а 30% опыта за Коги дают? Нет. Ты был обуз, знаешь, просто стоишь и становишься все опытнее и опытнее. Было бы действительно опасно в таком случае. Вот опять сигналят, попытка выйти вновь в кассочке, но не отскакивать, потому что там больше нету никого и просто с там нужно отойти. Не стоит сейчас показывать, что здесь есть тренд протекторов, самое главное. То есть пока об этом эффекты могут лишь догадываться, но 100% информации они не имеют. Маякует, маякует, Свен говорит, тут кто-то должен быть и нужен Вижен. У него есть интрики с собой, тренд протектора уже должны были увидеть и все понимают прекрасные эффекты. А вот тренд не подразумевает о том, что его сейчас видят. Пока что он в безопасности находится за деревом, там темно, его не найдут. А вот сейчас уже, да, пошли пара ударов, если айс-пауну не стали. Это вот бессмысленно вот так один раз ударить тренд протектора только для того, чтобы его, возможно, выгнать с линии. Потому что он слишком плотный, во-вторых, он знает действительно, что там на него есть Вижен. И продолжается, да, как-то откидывать касками. Здесь очень неплохо все равно выиграть позицию для себя, мешает рулю фармить. По-прежнему, 23 ласхита, и он отстаёт достаточно знатно от своего прямого оппонента. Понимаешь, есть всё-таки небольшой баланс. С основой тем временем начинается потасовка. Хорошие каски, иммульдикт заброшен от Вич-доктора. Где бы демидж взять? Приходит ренд протектор с дабл демиджем. Говорит, вот от меня урона, 150 с руки. Но его всё равно не хватит. Так вот, вроде бы, тролль фармит не наилучшим образом. Но Слардар, который стоит в оффлайне от Каскейт, по сравнению с Клакверком, в два раза тоже отстаёт. То есть тут всё, в принципе, на балансе. И мы видим, что преимущество у команды Каскейт всего лишь 500 золота, 400 по нетворсам. Ну, с учётом того, что они трижды погибали, эти 500 золота могут в своё время выиграть как-то позиции. Но пока мы видим, что, да, в Войду нужно ещё больше времени. Только-только он себе ПТ приобрёл. А там, глядишь, ещё появится что-нибудь новое. Здесь же у нас эффекты выходят в смоках. Хотят они, наконец, добить Death Profit, вероятно. Ну и спадают смоки. А Трент улетает. Просто идеально. Трент видел ли, вот в чём вопрос. Он стоял на лоу-граунде. Вряд ли он, скорее всего. Это увидел. Тут же у нас выход на Клакверк. При этом Войд только что уходит. Прилетает также Вич-Доктор на топ. Но игрота здесь не подцепить. Коги не самый удачный Клакверк. Я думаю, не рад, что их так поставил. Попытка сделать телепорт. А сбивать... Ничем. Каски, которые из пяти целей выбирают Клакверка. Я просто тоже в шоке сейчас. Все возможные таргеты Каски решили не выбирать. Возможно, это сказывается то, что расчёт цели Каски происходит чуть раньше, чем анимация. Потому что крипы-то вроде как и уже подошли. А возможно, их в расчёт и не бралось на момент отлёта. Ну так что тоже интересный момент. Здесь Афоник же немножко проседает от Сифона. Вот нельзя драться с Дэс Профит, когда на тебе уже Сифон. Ну, по крайней мере, если вы на одинаковом уровне здоровья. Потому что у тебя вроде бы ХП падает, а у Дэс Профит нет. Тоже неприятный момент мог бы быть. Ну, там подходил вроде бы Свен, но там они встретились со Славдаром. Опять-таки, тоже решили не сражаться. Здесь же находит невидимость для себя Квапа и может как-то её реализовать впоследствии. Я всё равно вот не понимаю, обращая вновь внимание на лайф-коэффициенты, которые вы видите вверху экрана, но в бете 3.4 на Каскейт. Ну, просто как? Я понимаю, да, это команда, которую никто не знает. Но сейчас новый патч. Это ваш шанс. Да, это ваш шанс. Друзья, заходите. Опять же, есть ещё и промокод прекрасный. Саммит, если вы его используете, вам 100% депозита до 50 евро. Дополнительно тому, что вы, естественно, ставите. Поэтому пользуйтесь подобной возможностью. Просто сам факт. Хорошо. Там, Х2 был бы коэффициент. Но тут слишком много. Но Дота сейчас такая, что выиграть может любой и любого. Самое главное, найти комбинацию и хорошо отыграть. Исполнить её. Нам это демонстрируют молодые коллективы. Здесь же у нас, да, подошла Деспрофит. Ну, как-то испугнули они немного Мейдана. В результате он отходит на безопасное для себя расстояние. Хотя, надеюсь, Депотелеку Найн подходит. И нет, ничего не стал делать. Обратно они возвращаются и выбирают всего кого-нибудь другого. В частности, в мид-линии есть Свен. Каскейт уже хотят подраться. Понимают, у них есть ультимат Деспрофит. Они могут что-нибудь попробовать и запушить, если будет хороший файт. Но их противник избегает подобных выходов. И старается больше играть фарма. Ну и понятно. Тут Тролль. Тут Queen of Pain. Да и Свен, если игра затянется, выйдет в полноценного кора. Это для него проблемой не станет. Самое главное, тоже какие-нибудь стаки подхватить из леса. Да даже если он ГД с третьего уровня прожмет под Баттл Трансом, мало не покажется кому угодно. Поэтому здесь этого тоже не стоит забывать. Сейчас же у них есть очень важный ультимейт Баттл Транс. Скрим, это хукшот. И с помощью них тоже можно приятно выйти куда-то и кого-то убить. Чем сейчас Клакверк и занимается вместе со Свеном. Если это будет Death Profit, то у нее серьезные неприятности. Но там должны моментальные сейфтопы, естественно, лететь, как только будет агрессия под Т1 медлиния. Не самая лучшая позиция и эффекты не видят. Промахивается хукшотом. Клакверк пытается ноге догнать Death Profit. Но, естественно, это уже не обернется ничем хорошим. Ну и тут же пошел тайминг. Очень неплохо себя показывает. Тут, кстати, Арзик подсел, есть каски, тут же полетел Амблик. Сейф ТП на шрайн. От Клакверка будут ставиться коки. Правда, Слардар уже запрыгнул. Слардар здесь будет погибать. Не самый лучший ультимейт от Минопейн. Но уже один опенфрак сделали, скажем так, эффекты. Death Profit пытается уйти по Т1. Ультимейт и Хроносфера по четверым. Отлично, Войт врывается. Но пока демиджа не хватает. Фокусов также нет от Death Profit. Войт пытается отсюда уйти. Хотя бы Клакверка добить хорошие. И он ставил у нас Мальдикт от Вич Доктора. Там начинает тикать Свена. Фонджи также приседает по ХП. Death Profit никто убить не в состоянии. Слардар сейчас возвращается в игру. И моментально летит на шрайн. Здесь у нас действительно прошло. И прыгает дальше Фонджи. Ничего не боится. Тут же Сипон ловит. Есть Саленс. Ее могут добить. Хотя Долг Бресс полетел. Еще пытается ворваться Сландер. Есть Стан. Минус. И также добивает Жакира, который зашел слишком далеко. В результате вырывается вперед команда Каскейт. Которая, казалось бы, уже истощена и отступает. Вот один момент всего лишь хотелось бы сказать. Death Profit вносит 3500 урона. И ей не хватает буквально секунд пяти для того, чтобы восстановить себе здоровье. Она пошла дальше делать враг. Мне кажется, команда могла справиться здесь и сама. Но в любом случае Каскейты все сделали очень грамотно. А ультимейт Вайда браво. Вот такие хроносферы мы всегда и ждем. Вот если еще раз такая хроносфера будет, когда у команды Каскейт будет урон. Хотя бы, хоть какой-то. То там действительно от команды эффекта вряд ли что-то останется. Потому что если бы в той ситуации поставили Death Ward хотя бы. Там бы уже никого не осталось после нее. Потому что там Вижелокер стоял, но он вроде бил, но урона было крайне мало. И понимаешь, в чем дело? Что несмотря даже на этот файт, преимущество у Каскейта все равно минимальное. У нас тем временем начинается драка и моментально сбривает ран. Протектора. А мы еще и Вич Доктора не отпустим. Есть ракета, посвятили ситуацию. Моментально ломают даже дерево. Майдан ничего не щадит. И минус Вич Доктор. Отличное драгоубийство для команды эффект. И они сейчас вышку также могут забраться. А эффекты понимают, что Каскейт зависимо от тайминга. Ультимейтов, КД можно идти драться. Можно завоевывать карту. И правильно все делают. Реализуют свои возможности. Конечно. Здесь сейчас палка в двух концах. Вроде и поформить надо команде эффект. Сдраться они пока не так сильно могут. А с другой стороны, ответить-то тоже нечем Каскейду. И в результате они вызывают себя такую агрессию. Диджи Гонстерит у нас немного поседает. Но просто нажимает Варкрай. И бежит спокойно под защитой брони своей. И чуть больше мувспидера. Тут знаешь, такая игра, опять же, броня Шрёдингера. То есть на тебя Сардар вешает ультимейт. Ты нажимаешь Варкрай. И вроде бы у тебя нет брони. Но броня есть. Да, интересный, конечно, момент. Но там Варкрай дают меньше, чем снимает Коррозию в Хейс. Поэтому все-таки определенный плюс для команды Гаскейт имеется. Даже если это будет в замесе прожато, то урона чуть больше все равно будет проходить. И опять же мы вот наблюдаем, что Транпротектор не забывает выхиливать, естественно, Товаран. И именно по этому эффектам очень важно пользоваться, когда нет ультимейтов у Каскейта. Сразу же начинать атаку. Прожимаются смоки. И моментально их сбивает товарищ Клакверк. Но Войт за ним не отправляется, их на сферу ставить не стал. Понимаете, сумму дэмэджа не хватит, а команда подойти сквозь Коги не сможет. Отличная позиция вардов. И сам занял крайне выгодное изположение. Превосходно раскрыл смоки. В результате, возможно, спас жизнь кому-то из своих тиммейтов подобным образом. Поэтому сейчас очень интересно было на это увесмотреть. Безусловно. Тем более, что там еще и Вилдискорд прилетел для бизнес-профит. И дэмэджа следующей драки будет огромное количество. Падает Т1 на боте. За нее нужно драться. Тут же у нас есть хороший крик от Квиннов Пейн. Погибает Вич-Доктор. Джакира продолжает уничтожать Т1. И команда Каскейт принимает решение не защищать данную вышку. Но защищать пока что не получится. Слишком далеко. Телепорты отдавать на Шрайн неудобно. Только что было там убит Вич-Доктор. Поэтому слишком опасно. Тебя могут подцепить как-то. Еще Айс Паф выдать. И поэтому решили, что лучше удариться в фарм. В остальном же пока ситуация накаляется. И эффект очень успешно и пользуется для себя. Нужно огрызнуться Каскейтом. Нельзя отдавать еще одну вышку подряд. Прилетает Трент. Его моментально заморозили, но не видят. Самое главное. Трент может подойти поближе. Он без ультимейта. Это очень печально на 15-й минуте. Потому что позиционирование противника это то, на чем Каскейт вообще драку всю должны проводить. Но и отступает. Эффекты очень быстро ретируются с позиции вражеской Т2. Уходят свои леса. И дальше будут продолжать фармить, ждать атак противника. Но они сейчас действительно реализовали максимально все, что хотели. Вырвались в 2500 вперед по нетворцам суммарным. Занимают по-прежнему первую-вторую строчку. Там воет пытается что-то догнать. Но пока у него не очень успешно получается. Тем более квапа фармит немножечко масштабнее в этом плане. Если бы у него еще стаки какие-нибудь были. Но я думаю стаки сейчас все троллютят в этом плане. Это вот тут кстати опять пытается поагрессировать. Но тоже слишком рискованно. Без блиндагера тут не подцепить. И вроде бы коэффициенты у нас начинали уменьшаться на Каскейт. И доходили там чуть ли не до двоечки. И снова прыгают 3.23. Но это все пока что временно. Один файт, они вновь изменятся. А он кафоносферу в пятерых поставил сейчас. И все. То есть это из разряда, что у команды Каскейт всегда есть та самая теория идеального замеса. Когда под ультимейтами Слардара находится вся команда противника. Вичдоктор ставит свой Слард, который, например, бьет физическим дэмэджем. И просто уничтожение под одной хроносферой. Поэтому не стоит пока что списывать со счетов подобной ситуации коллективу. Еще все впереди. 4 тысячи не приговор. 4 тысячи, если будем объективными, это 3 Т1 уничтоженных командой Эффект. Вот ответные действия предпринять. И все эти же деньги уйдут в ноль моментально. Команда Каскейт, скажем так, уравняет свои позиции по экономике. Да, так что посмотрим, что сейчас предпримет команда Каскейт. Пока она фармит, возможно, не так успешно. Все-таки урона уводят чуть поменьше. И атака, собственно, чуть помедленнее, чем того же Тролям. Так что здесь он в проигрышной ситуации находится. И тот самый перелом нужно как-то реализовывать в драках. Но пока мы видим очередная смок-вылазка от команды Эффект. И посмотрим, что они сейчас здесь предпримут. Руна волшебства у Фунджета. Очень страшная руна для Queen of Pain. И сейчас можно просто уничтожить Каскейт, если поймать хотя бы какой-то таргет в открытую. Сландер просто разминулся с противником. Пробежался, не знаю, там в 10 метрах. Знаешь, как в кино они разошлись с охраной. Но он решил вернуться. Он решил вернуться. Говорит, ребята, вы тут были. Врываются на него на фукшоте. Ставятся Коги. Нужно продавать Сландера. Не браться на него. Врывается. Боит. Ставится Краносфера. Хорошая Краносфера по троим. Но дэмэджа в эту самую Краносферу просто нет. Подходит только сейчас Фозе. Вайда же уже убивает. И Фозе также здесь погибнет. Зачем вы спасали этого Слордара? Ну не стоит того Сландер явно. Здесь они даже не столько спасали, сколько хотели подраться. Выгнали себя вроде бы позицией. Она скорее всего была ужасная. Потому что Деспрофит находилась слишком далеко от своей команды. Войт влетел на Коги. И пускай он все равно поставил хорошую Храносферу. Никто не успел добраться из команды к этой Храносфере. Даже Лич Доктор вставил свой ультимейт не лучшим образом. В результате драка очень и очень серьезно несла урон по команде Каскейт. И теперь... Понимаешь, это не просто серьезный удар по команде Каскейт. Они потратили ультимейты, а значит в ближайшие 2 минуты Эффект должны давить по всем возможным фронтам. Они играют против тренд протектора. И быстро уничтожить там те же самые внешние строения, все внешние вышки. Это огромное преимущество. Ну в основном есть лукшот, есть айс-пэр. И снова у нас просаживает Сландра. Он ничего не может сделать. Так что Баркрая полетел. И это очередной минус. 13-6 пользу команды Эффект. По-прежнему пытается как-то где-то пофармить. Хочет себя очень серьезно Блиндаггер, но... Такими темпами Блиндаггер ты себе не заработаешь. Вот в чем делаем. Да, конечно, ситуация неприятная. Продолжает под эти Т2, под Варкраем это все очень приятно. Разбирается, крипы усилены. Таким образом мы смещаются на Рошана, вероятно. Опять же, они понимают, а кто им будет мешать собирать этого самого Рошана, если они даже решат взять себе Аегис. Трансферы нет. Нет, опять же, и Ultimate Death Profit. То есть разве что поставит этот Death War. И что дальше? Там будет моментальный стан Свена, а испав Джекира и мечтоктор весь свой каст прекратит. Один Death War действительно погоду не сделает. Нужно хоть что-то еще. И вот она попытка в Смоках. Но это вабанг. Это вот просто сейчас либо выстрелит, либо они проиграют игру прямо сейчас на Рошане. Нет, они поняли, что не успевают. Здесь все-таки ушли своевременно. И здесь сейчас их подловить могут. Найс слишком далеко зашел. Есть у нас я тут же. Фукшот полетел. Не поможет ли Венормор каски в ответ. Но это лишь временное решение проблемы. И вот добивают. И Бегис бежит дальше. Апония же подцепил в Юл. И возможно Фозит тоже не денется. Есть проказ. Полетели сифоны. Но тут же вся команда идет в поддержку. И Фозит так вот пускать не будет. И Смоках также точно попадает. А ты просто-напросто мейдем через Battle Cry. В Battle Trends все это разберется. Мы недавно на одной игре обсуждали. Вы знаете, что как бы зеленую волну, когда у вас все получается по таймингам. Вы чувствуете идеальную игру. Идеально противников. Вот сейчас такое чувство, что Каскейт попали на красную волну. Они не успевают. Буквально секунд 10. И из этого сыпятся. Если вы не идете на Рошана, и у вас нет ультимейтов, зачем вы подходите к этой позиции? То есть после Рошана команда эффект, она не становится слабее. У них не пропадают какие-то жизненно важные ультимейты или спылы. Они не проседают по ХП. Они готовы драться уже и с командой противника, тем более зная, что на Коре есть Аегис. Нужно было просто играть в лесу, фармить и зажиматься на базе, если уж вы не можете повоевать с Камнеголовым. Конечно, какой-то вард поставить на отход, чтобы в случае чего быстро из этого леса уйти при необходимости. И действительно, дефать, дефать, еще раз дефать, поскольку все ресурсы для этого совершенно спокойно имеются. И вот только-только Слардар приобретает себе Блиндаггер. Хотя уже агрессировать команде Каскейт в некого. Не в кого, да? Потому что если они попытаются это сделать, то у них будут серьезные неприятности. А Аегис все-таки... Мы можем, конечно, сейчас начать речь по поводу того, что любое количество золота можно отыграть в игре под названием Дота 2. Но основная проблема, что пик команды Каскейт, он очень спокоен в плане развития. Доспрофит долго бустится, бой также фармит довольно продолжительное количество времени. И если суппорты вместе с оффлейнером не могут агрессивно вязать на старте, очень тяжело возвращаться в игру. Хотя никто не отменяет тех самых хроносвердосвардов и все это в одной комбинации. Нет, конечно, это все здорово, но очень серьезная проблема у Ultimate Death Prophet, что он не бьет того, кого ты захочешь. И поэтому здесь как-то конкретно Астаану-ка будут и просаживать дальше. Ну и вот он, да, тут же моментально вешается сверху Солар Крест, и ты его уже никак не пробьешь. Даже Джакиры. Так что сейчас просто будут пытаться как-то откидываться. Ну и в Сворму покидают чем-то еще. Ее минус, броня не повесит. Но башня рано или поздно упадет, Ливен Армор здесь с толком не спасет. Ну вот если смогут удерживать противника рядом с хайграундом, пока там Вич Доктор, я удивлен, кто именно, пытается пушить линию, прыгает с Лордан, но Сондор здесь чуть и не ошибся. Хотя ошибается Нон Грата, который ворвался на неудачном флукшоте в хрипа и не смог подцепить противника. И захлебнулась атака эффектов. По крайней мере они решили немножко отойти. Ну это отличный шанс. Сейчас башня, соответственно, будет фуловой, полностью вылечит ее тренд протектор и следующий заход нужно будет начинать сначала. Это то самое время, которое пока что необходимо команде Каскейт для того, чтобы дать хотя бы какой-то отпор. Мы видим, что отставание пока что только увеличивается и никак себе получить какие-то необходимые вещи для достойного сражения команда Каскейт не может. Эффектом нужно играть от блокады сейчас. То есть просто не давать Каскейтам выходить с базы. Даже если вы не можете подниматься на ХГ, не можете бить Т3, нельзя отпускать противника в леса. Потому что происходит вот что. Мейден 1, на топе, Слордар, Блинк, Армор, Касочки, Мальдик, Десвард ничего не жалеют. И при этом демоджа не хватает на траля. Ну, они слишком переоценили свои силы. Все-таки здесь пока не... Ну, пришли втроем, потратили, ну, хорошо, три ультимейта. Вот в чем дело. И не смогли убить тролль варлорду. Да, здесь есть также еще 17 стиков, поэтому пожил бы чуть дольше, чем хотелось бы для команды Каскейт. И действительно, почему они пришли без Войда, без Дес Профит той же, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию после того, как тролль выйдет из стана, непонятно. Ну, и здесь закономерно он выживает. Что излишняя агрессия сейчас не должна быть в реалитете. Они в теории пытаются сделать правильные вещи. Они хотят поймать какой-то соло-таргет, загулявшего с эффектом. Уж даже с убийства какого-нибудь Клакверка они получат очень неплохие деньги для того, чтобы возвращаться в игру. Пускай и по чуть-чуть маленькими шажками, но что-то же делать нужно. Но это не тот таргет и не те силы, которые на него стоит тратить. И тут совершенно прав. И вновь начинается осада. Т3 на боте. Попытаются, возможно, поставить какую-то хорошую граносферу, сыграть от Вайда. Войд подходит все ближе. Сландер также поблизости. Развешивает минус армором. И самое главное повесить, естественно, это на коров. Макропира от Джакира. И никто уже не хочет подходить и гулять по этой стене огня. Закончился Аегис. И теперь понимаешь, что есть шанс попытаться как-то поагрессировать. И Войд уже ждет. Необходимо есть фукшот. И вот он. Плакверк отрезает моментально. Тут же стан ловит Войд. Ничего не можно сделать. В ответ полетел Маледикшн. Пытается спасти Скилларио. Как-то у него это получается. Дэс Вард прожимается. И Плакверк не нужно наступить. Но в плюсе все равно команда эффекта ничего с толком не потратили. И снесли вышку. Да, ГДС была поражата. Но Баттл Трэнс откатывается достаточно быстро. А самое главное, что сейчас есть доступ к Шрайнам. И они никого не потеряли. И вновь не будет комбинацию Каскейт. Потому что Дэс Профи тратит свой ультимейт. Да, хроносфера имеется. Но в этой хроносфере вновь нет никакого урона. Никого дэмэджа обеспечить не смогут. Вич Доктор ставит свой Дэс Вард только ради того, чтобы пробивать Клакверка. Это неправильно. И он его не пробивает. Он его не пробивает. Это уже совсем другая история. Потому что Минус Армор не повесил Слардар. То есть много совокупностей. Сложная комбинация. В очередной раз у Каскейт. Только реализовать они не могут. Ну и второй раз заходит. Теперь уже нету двух ультимейтов. И нужно что-то делать. Пытается тут же ловить Арчи. Это опасно, кстати. Может быть для Слардара. Но потихоньку отступают. Нонград ждет позиции. 5 секунд у него осталось до хукшота. После чего вновь может врываться совершенно спокойно. И ломать всю структуру. Здесь же пошла Матастайл. И медленно, наверное, Барак упадает. Ливнармор не спасает. И сейчас второй еще заберут. Думаю, без особых проблем. Здесь вопрос. Будут ли, скажем так, продолжительно эффекты отходить? Они могут переместиться в мид-линюю, где крипы поблизости. И также подниматься и повторять все вновь и вновь. Они независимы от тайминга практически на 100%. Батл Транс восстанавливается слишком быстро. Свен, напоминаю, здесь на позиции суппорта. Его ультимейт не столь, скажем так, важен и критичен. Макро пиры уже готовы. И они это делают. Просто подходит Арстик и пробивает. Говорит, ребята, я просто буду Liquid Fire забрасывать в вашу вышку. И она умрет. Пока что у них есть некоторая сложность. То, что потихонечку откатываться ультимейт. Есть возможность. Вот она, хроносфера полетела. И где он? Да, сварки есть. Пока что живет фулкшот ответный. Будет хоть как-то убить. Есть убийство. Дальше что будут делать? Также запустили колокольчик. Вот вайспав и макропиров четвером. Неплохое решение. Тут же крик от Queen of Pain. Говорит, бегите, глупцы. Диспрофит пытается жить. Есть еще и Сифон. Очередной айспав. Байбеки летят. Телепорты на Т3. Драться. Свена хотя бы убить. Потому что с таким количеством байбеков и смертей нужно максимум выжимать из ответной атаки на противник. Арцик так же здесь будет погибать. Афон же беги. Ты не спасешь уже никого. Спасай себя. Потеряли четверых. Но размен было два байбека со стороны команды Cascade. Мы смотрим. Да, 1600 золота и 5000 опыта они получили в результате. И сейчас зарабатывают небольшой шанс поиграть. И еще. Излишне. Там, конечно, подрались команды эффект. Не ожидали, что так просто в наглую поставится хроносфера. И в результате тролль быстро погиб. Не было урона в драке. И смогли дать ответ. И знаешь, что самое, скажем так, я заметил такой маленький момент. Очень удобную функцию ввели Valve в последних обновлениях, когда добавили вот постоянно на экране NetWars команд, кто с каким преимуществом. Но при этом пропадает некоторая интрига, как ты раньше думал. Насколько же графики прыгнут вверх или вниз? Графики не поменялись. То есть вот мы видим, что до начала этой драки 17000 введут. Сейчас 15000 они введут. При этом они смесли линию, самое главное. И сейчас убивают Слардара. Они вновь приходят драться, потому что ультимейтов у Каскейт нет. Нет хроносферы. Именно так. Но и сейчас нужно как-то дефаться. 60 секунд не будет Слардара. Соответственно, того спасительного минус армора тоже нету в драке. То есть сейчас вам придется подбивать очень большие цифры. 8 плюс 34 армора у СВНа, допустим. И с этим ты уже ничего не делаешь. Тем более, что у вас есть Родов Атоса. Испав тут же Акчет вешает ее бой. И не отпусть, по-моему, уже отсюда успели прожить манта. Слой бой плотный все-таки. Поэтому он может поиграть с противником. Все пытаются быть Слана, но забывают. Это суппорт. Он готов умереть за свою команду. Это не проблема. Ну и сейчас медленно, наверное, вышка падает. Да, есть Слана. Да, Билли. Через Маледикшн, вероятно. У нас удалось подцепить. Медленно, наверное, вышка падает. Понимаешь, насколько пробивает Джакира ликвидфая вышку, настолько ее хилит Трент. Тут нужно, чтобы подключались другие товарищи к процессу уничтожения. Хроносфера ставится по двоим. Есть ультимейт Деспрофи. Деспрофи просто стоит рядом, пытается пробивать. Ставится Деспрофи, очень хороший. Кстати, неплохо пробивает Тролян. Тролль просто датика под диктом. И пытаются подцепить Джакира. И неужто камбэк смогут оформить Каскейт? Афон же не самым лучшим образом раскричался. Теряет еще одного героя. 12 тысяч преимущество остается у эффектов, и они отступают. Интересный момент. Они второй раз проигрывают файт точно в такой же ситуации. У них есть информация, что там так или иначе будет хроносфера. И почему они стоят таким образом? То есть там варданок нет, есть только один в центре. При этом они занимают такую позицию, что так или иначе попадут в хроносферу важные герои. Им надо по одному как-то стоять. Хотя бы с трех разных сторон. Чтобы в случае чего была поддержка. У нас врыв от Афон Нинджа неплохой. Если не ожидал, что будет так движиматься. Не хватает на подступах к своей уже базе Каскейт, поскольку играют они от дефа, чтобы вот таких наглых Квинов Пейн заранее углядеть. И чувствую, закрадывается сейчас многим зрителям такая мысль. Хм, коэффициент 7.89. А вдруг? Конечно. Конечно. Здесь пока еще ничего не потеряно. Единственная проблема команды Каскейт на данном этапе, что они в ответ пока что выйти далеко не могут. И если они без ультимейтов будут пытаться привернуть нечто подобное, их за это накажут. Ну а там второй Рошан для команды эффект. И этот Рошан уже будет сыром. Поэтому... Вот определенная сложность. И так быстро убить Мэйдена не получится, как это происходило в предыдущих файтах. При этом Каскейт понимает, что забирают Рошана и неужто они пойдут драться за него. Они в принципе еще успевают, если потянутся все остальные тиммейты. Но нет, расходятся. Улетает опять живой. Отдают Эйгис, отдают сыр. Самое главное не погибнуть вот на отходах команды эффект. Ну хроносферы нет, экзорцизма тоже нет. Поэтому здесь рожаться было бы смогли... В прошлый раз это их не остановило, что у них не было ни экзорцизма, ни Вайдас. Нет, в прошлый раз был. Была хроносфера, не самая успешная, но была. Экзорцизм тоже был, но слишком далеко. То есть здесь все-таки они решили не рисковать таким образом. Результаты теряют не только Рошана, но и второй шрайн. Поэтому сейчас каких-то внезапных нападений со спины уже не организовать. Это был бы, кстати, тоже неплохой вариант. В Войду, где-то телепортируется на шрайн под смоками. Зайти с неожиданной с позицией и тоже подловить на Хрона. И у нас начинается просто третий дубль попытки уничтожить Т3 в мид-линии. Вновь Клевинг Армор. Те же самые действующие лица в главных ролях Тренд Протектор и Джакира. На вторых ролях Тролль Варлот и Дэс Профит. Иллюзию очень серьезно просаживают. И в результате башни Глиев. И восстанавливают. Кто сказал, что все будет так просто? Врывается Слордар, есть Стан, есть Хроносфера. Вич Доктор, Дэс Вар ставит с хайграунда. Ему сбить его не смогут. И полностью раскастовывается в Квин оф Пейн. Квин оф Пейн погибает. И теперь начинает понемногу рассыпаться Тролль. Неплохие касочки полетели. Продолжает воевать. Воит, естественно, Сифон и Дэс Профит. И ультимейт работают. Мак Рапира. И понимает эффекты, что нужно отступать. Дрогнули. Гнать их. Гнать дом. Т1, Т2. И можно камбэчить в эту игру уже по полной. Жди-ка, здесь погибнет. Да, спасается Тролль Варлор. Но этого ничего не значит. Из него выбили Айдис. Пока еще не спасается. Слушай, бежит за ним Слордар. И он, по-моему, хочет до конца. Но он фуловый. Он фуловый, друзья. Вы сами можете погибнуть. Это их не остановить. Слушай, смотри, бегут дальше. Войд тоже неподалеку. И главная информация есть. Стан еще пару ударов нужно выдать. Хотя бы Мейден серьезно просаживается. Тоже ответный стан. Есть телепорт. Но от кого? Свена. Могут быть неприятности. Сейчас развода есть. Саленс. Хилариус. Может просесть. Ответный стан. Нужно спасаться. Теперь уже, возможно, урона не хватит. Хотя будет очень жадно сражаться. Если ответный раз ударов. Ливи Нормор. Если его выхиливают. Он прекрасно понимает, что команда может его спасать. И это просто уничтожение. Свен-то во второй раз погибает. Они отыгрывают 6000 по нетворсам практически. Да, файт-рекап неполный. Но до начала этой драки. Врывается Клакверк. Ставится Коги по троим. Драка-то не заканчивается. Пытаются убить Вайда. Ливи Нормор. Где же ты? Погибает Клакверк. Фитфест какой-то от эффектов начался. Я передаю привет всем тем, кто поставил на коэффициент 7.8. Им не нужен твой привет. Они уже билеты покупают в Турцию. Нет, ну смотри. Почему эффекты три раза погибают точно в такой же ситуации? Они даже не меняются. Они даже с МИДа заходят постоянно. Три пятьдесят восемь. Просто в два раза. Кто успел, тот и, как говорится... Тот и на Канарах. Тот и на Канарах, да. Ситуация действительно странная. Эффекты такое ощущение, что не учатся на своих ошибках. Они башню так и не снесли. А сейчас она будет вновь новая. А Войт теперь у нас заработал кучу золота. Скоро Блиндаггер появится. Как скоро? Райт-кликом. Ну да, да. Просто про байбэк уже нужно думать. Байбэк, да, ожидает, чтобы лишний раз не рисковать. И эта драка была с Рошаном и Сыром, я напомню. У кого, кстати, был Сыр? Я вот что-то не обратил внимания, потому что убили всех вообще. Возможно, у Квапы. У Квапы, наверное, был Сыр, опять же. Но то, что тролль был с Айгисом, это однозначно. Айгис он свой потерял. Так что я бы задумался сейчас. Хроносфера руинит вообще всю структуру боя. Это мы уже видели. Но теперь медленно, но верно, к хроносфере добавляется урон со стороны Войда. Сыр есть у Квенов Пайн еще. А, сыр не прожат. Ее убили за хроносферу. Ну, возможно, там был стамп, потому что хроносфера закончилась. Она была еще сколько-то жива. Так что, да, это сейчас может изменить ситуацию. Понимаешь, эффекты сами бояться сейчас уже будут понемногу. То есть, когда ты в первый раз приходишь, погибаешь, думаешь, ну ладно, ребят, мы там ошиблись. Мы сейчас возьмем Айгис, придем, все будет хорошо. Вы второй раз ошибаетесь так, и уже начинают закрадываться вопросы. Ну, вообще, если они три раза подходят и умирают на одном и том же месте, а в одной и той же ситуации, возможно, они не так хорошо учатся на ошибках. И сомнения у них начали закрадываться слишком поздно. С другой стороны, они хотя бы поняли, что что-то пошло не так. Если они в четвертый раз пойдут и умрут в мид-линии, это уже определенные вопросы к ним. Ну, смотри, 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 учатся, отошли, не стали заходить на хигграунд противнику. На самом деле, все очень просто. Эффектом нужно развести каскейт на использование ультимейтов. Это экзорцизм, естественно, и хроносферу. А там скоро рефрешеры будут. Ну, это уже совсем другой вопрос. То есть, нужно помнить, если вы покупаете рефрешер, это не значит, что вы можете допустить ошибку и поставить плохую хроносферу. Рефрешер денег стоит. Вместо него мог появиться артефакт на дэмэдж, допустим. Или на сейв свой личный. Поэтому нужно использовать артефакты на 100%. Ну, для Войда рефрешер это, конечно, сомнительное удовольствие. В идеале... О, кстати, опасность сейчас просветили. Это уже Свен неподалеку дает информацию. Невидимость ставится сентри. И уже Свен такой говорит, опаньки, пойду я отсюда, пожалуй. Тут, кстати, и не хочет отпускать дальше. Да, Сардар очень далеко бежал, но ситуация действительно неприятная. Итак, Мейден в опасной близости от медлини находится сейчас. Но как бы ему здесь действительно не переагрессировать. Отправляют иллюзии, а сам уходит обратно в лес. Тролль по-прежнему очень плотный персонаж. Даже несмотря на все минус арморы. У него, ну, своих родных, скажем так, 32 единицы брони. И там сколько ни срезай, он прям вот в мешок для битья не превратится. Будут определенные сложности до появления первых артефактов на урон у Войда. И медленно, наверное, появляется у нас Блаторн для Queen of Pain. Блаторнам будет поприятнее сражаться там уже с Свеном. Интересно, где гем? То есть выносите дасты сентрики. Возможно, стоит все-таки гем прикупить, прорядить все вражеские леса, ставить каскейт безвижно рядом со своей базой. И, естественно, всегда заранее видеть ренд протектора. Именно так. Ну, Слардар очень агрессивно себя ведет. Вешает против Хейз, дает информацию, потому что там Арзик где-то бегает. Но благо, что не добили действительно роду Фатос в ответ. Если все Макропайр, агрессирует максимально, привлекая на себя внимание. Как агрессирует? Слардар просто сейчас объясняет. Вот смотри, как надо агрессировать. Тоже есть Войт, который ворвался, два удара сделает и похоронит. Переагрессировал немножко Арзик. На удивление бросились за ним в погоню. Озлобленная команда каскейт. Хотелось бы напомнить еще один момент. Команда, опять же, каскейт, потеряла уже семь вышек и бараки. Сами же не забрали ни одного строения у противника. Если они проведут хорошую драку и отправят, допустим, на полторы минуты какого-нибудь кора вражеского в таверну, они пойдут завоевывать карту и моментально еще больше поднимутся по золоту. То есть вот эти 12 тысяч преимущества на 39-й минуте, когда у вас еще все Т1 стоят, это то, что вы можете потерять в мгновение ока. Действительно, поэтому об этом забывать не стоит. И тут уже агрессивное действие. На Клакверга нарвутся, Форстаф успели заметить. Да, есть врыв, отличный стан, нужно продолжить. Причем важный стан по Мейдену, но передумали. Каскейт здесь пронизировали ситуацию очень успешно. Просто браво, я совершенно с тобой согласен. Нет, Вижена, не пойдем. Вот сейчас будет трансфера плохая поставлена, и дальше мы проиграем файт. Отошли и вновь ждут выхода от эффектов. Выдержка у Каскейт отличная. Им торопиться-то некуда. Им нужно отвоевать еще тот самый Нетворс, который за счет вышек действительно можно вернуть. Поэтому они пока говорят, ну, ребят, действительно, прыгать незачем. Пока, сломяя голову, врываться в то, что мы не видим, не стоит. Там всегда за спиной у одного тролля может стоять 4 его товарища, которые дадут нам сдачи. Поэтому, действительно, отступить. Да, вы потеряли немножко времени, раскрыли свой план на нападение, но вы остались живы, и вы можете сражаться дальше. Важный момент. Да, а сверху Арзик, который гораздо проще убить, например. Не так много золота дадут, но все равно приятно. По-моему, как раз-таки вот Джакиро, он не учится абсолютно. Потому что он уже так погибал, и сейчас погибнет еще раз. Тренд подходит, рядом есть тролли. Хорошо, будут пытаться прикрывать. Но тролль говорит, нет, Джакиро, прости, но это твоя война. Я в ней принимать участие не собираюсь. И тролль в панике покидает поле боя. Здесь тролль понимает, что он уже в одиночку-то не боец. И в следующей минуте на 15-й где-то он мог сражаться с тем же Войдом, с той же Дэс Профит. Из-за особых проблем сейчас Войд даст им очень серьезные сдачи. И мы посмотрим, если на Нетворс, и тролль-то отстает. И лишь на третьей строчке почти наравне с Дэс Профит. А Войд там в спину дышит квапе. При этом нужно понимать, отставание Дэс Профит от Квинн оф Пейн на 7000, это, конечно, печально. Это весомый аргумент. Но Квинн оф Пейн принимает самое активное участие в Пайтер. То есть это основной, скажем, такой дэндж-дилер, который постоянно прыгает, принимает на себя урон. Дэс Профит, самое главное, прожрать ультимейт и как можно дольше жить. У нее для этого есть все необходимое. То есть не сказать, что вот эти 7000 превращают Дэс Профит в бесполезного героя во время драк. У меня пока что звоночек для команды Эффект. Тролль Варлард третьим талантом выбрал здоровье, а не урон. И это уже серьезные вопросы к команде Эффект. Что теперь-то им предстоит очень как-то долго жить в драке. И пытаться отвоевать то, что они потеряли. Понимаешь, в чем дело? С одной стороны, вот Рой Варлорда, батлтранс, и ему дэмэджа большого количества-то смысла не имеет иметь. То есть он в любом случае урон выдаст за счет большого количества ударов. Но броня, резисты, вот в чем проблема. То есть ты имеешь там хорошо удар на 150, и если резист у противника 50, ты по 75, ну бей ты его много. Так, здесь третий Рошан, Сироегис опять-таки. Самое интересное, пожалуй, это Хекс для команды Эффект. Сейчас, если они как-то успеют, то есть, допустим, Квакверк ворвется, туда же за ним Квапа, Стан Хекс, и минус ДП, минус Войд, это будет выигранная драка. Так что сейчас тоже это стоит прокликать как-то. И если они поймут, что там есть такой опасный артефакт, будут на стороже и избегут подобного нападения, то у них все шансы есть в игре драку. Пока же элемент неожиданности может сыграть на руку команды Эффект. Но Каскейды должны, естественно, это понимать, и Коров своих беречь как Зеницу Оуком. МКБ у Войда и Миссы Тролль Варлорда, они просто отправятся также в бесполезный утиль. Такое ощущение, как будто они помогали до этого. Мы все равно очень серьезно... Ну там, да, сражались в ТМ-10, это очень неприятно просаживается Сардар, но подходит Вишдоктор, есть Суну Аура, есть Ливен Армор, ну и Вуду Ресторейшн спасает. Слендер здесь будет чувствовать себя, естественно, прекрасно. Потратили Макропиру, да, не столь, возможно, и важный ультимейт, но неплохо продамаживающий. Мы помним, как много демеджа вносил и заставлял делать байбеки от самой Джекира, когда под Макропиру еще Айс Пап набросил. Да, действительно, здесь это может сыграть. Очень важный момент продолжает Слендер у нас агрессировать, но понимает, что лишний раз лучше действительно не врываться. Однако команда Эффект не в полном составе, что удивительно. И сейчас, если бы успешный врыв был на Тролля, они бы могли не успеть добежать банальным образом. Да, с другой же стороны, они пытаются растягивать каскейдов на сейв и топ-линии, и мид-линии. Возможно, это и принесет им какие-то плоды. Тем более здесь в Смаках находятся Эффект, и все тем понятно, что они планируют делать. Либо это будет врыв на блинках, но если они просто блинканутся под Т-3, под Т-4, это Суицид Атака. Сейчас, вероятно, будут играть на том, что их не видно на карте. Невидимый значит непобедимый. Невидимый значит непобедимый. И будут ждать, хотя бы кто-нибудь выйдет с этой самой базы. Но он играл уже на изготовке с кукшотом, ну и полетел проказ, потому что есть Хекс и свой. Но тут байбек. Это однозначный вариант. То есть без байбека они не смогут защитить. Да, здесь действительно нужно. Там на топе, потому что тролль, опять же, уже Т-3 начинает грызть понемногу. Байбек в Эбиле очень неплохо. И вопрос к Вайду. Зачем ты выходишь с базы, когда противника нет? Видно, что вас зажимают, и вы без вижена на позициях. Спорный вопрос. В результате теряет много золота, сейчас воет. И не сможет себе как-то МКБ даже заполучить в случае успешного тимфайта. Ну и вторая попытка. Сделать то же самое. И у нас Вич-Доктор может теперь стать жертвой этих разбойников. В этот раз они решили поставить хоть какой-то вижен. Стоит элементарно Апсервера. Это здраво. Вич-Доктор может успеть отходиться с какими-нибудь кассочками. Хотя запрыгивает Свен, есть стан, Вич-Доктор погибает. А Вич-Доктор без байбека и защищаться придется вчетвером. В этом, возможно, эффекты не догадываются. Но как только они увидят, что байбек не прижимается при заходе на ХГ, поймут, что без Досварда это для них шанс. Конечно, здесь Досварда очень много погоды делал. Допустим, если били двоих в момент хроносферы, это было серьезным преимуществом для Даки в пользу команды Каскейт. Сейчас вот он, хукшот, есть врыв опять-таки Хекс по Слендеру. Большая проблема. Сейчас Шивы полетели две в ответ, но моментально минус Войт без байбека. Ну и это скорее всего будет гейм. Но там под Коки. Тут же прилетел Макропир. Тут же у нас ультимейт от Квиннов ПН и не отпускает. Начинает бить тролль. Слендер ничего не может сделать. И погибает нас Сардард. Сардард также не отпустит никуда, конечно. Досвард, хотя очень много. У нас в духе, но не до солдат. Сыр только сейчас, он же скушал. Собственно, не смогли Каскейт. И, честное слово, я немножко расстроен. Они так хорошо играли, так хорошо защищали свою базу, но вот эти две ошибки, при том ошибки вновь у нас игра, которую можно было назвать «Как наступать на грабли». Вот, честное слово. Что команда эффект, которая бьется лбом в Т3 по медлине, и только потом вот они пошли по топу, решили как-то раскатить противника, у них все получилось. Что, опять же, за Вайдом стал повторять Вич Доктор. Да, это действительно странный момент. Сейчас мы уже посмотреть на цифры, которые нам демонстрирует игра. И что мы видим? Вроде бы неплохо все. Вроде бы и много урона с Death Profit. Вроде бы умирали не так часто саппорты команды Каскейт. Но в результате действительно ошибки крайне досадные. Очень пассивный пик у команды Каскейт для ранней стадии игры. Либо же они его так реализовали пассивно. То есть Death Profit, которая просто фармила Войт, который стоял на фрифарме против Клакверка, но при этом он не принимал участия в файтах до момента, пока вы не стали драться там на Рошанах и вот тот файт на боте, где была первая прекрасная хроносфера по четверым. То есть здесь эффекты просто задавили на ранней стадии, а вот Каскейтам как-то не хватает, возможно, где-то опыта для того, чтобы играть от дефа на поздних минутах, когда у вас ничего на руках нет. Так или иначе, друзья, мы перед тем, как уходить...